От польских же границ необходимо удержать Украину от Чернигова по Днепр и во время перемирия укрепить Чернигов и все северские города. Киев на пять лет и Динобург на все перемирие при том, что делается теперь на порубежье, отстоять невозможно. Да если и перемирие будет, а не прекратится насилие порубежным крестьянам, то смоленские уезды и вперед пусты будут, крестьяне выбегут на льготы за рубеж. Для успеха в посольском деле надо бы усилить порубежные места. В начале зимы в Смоленск и в другие порубежные города запасы и рати ввести, также ссылаться с Курфюрстом Бранденбургским, с Богуславом Радзивиллом и с Любомирским. Государь от 10 ноября отвечал на Щекину, чтобы заключил перемирие по прежнему наказу, вытребывавшее Киев на пять лет, а Динобург на все перемирное время. Но польские комиссары 10 декабря склятвуя объявили, что по сеймову указу им велено уступить смоленское воеводство со всею северскую землею, а взять без откладывания Киев с теми местами, которые через Днепр на Переславской стороне теперь за ними, до Запорожья, чтобы запорожские казаки с Сорою не наводили на них войны с турками и крымцами, а на Двине – Динобург с другими властями, которые прежде были за ними. Нащекин предлагал разъехаться до нового срока, подтвердив только прекращение неприятельских действий, но комиссары никак на это не соглашались. «Или перемирье на 12 лет на наших условиях, или война», – говорили они и грозили, что Ханс с ордами идет к ним на помощь, что подтверждал и воевода Шереметьев из Киева. Нащекин уговорил комиссаров не разъезжаться до 25 декабря и, давши знать об этом государю, советовал принять условия, ибо других не будет. А в московском государстве, – писал он, – и в мысли того не бывало, что Смоленском владеть не только Черниговым и всею северскую землею, что теперь отдают. У полоцких и витебских служивых людей слышится сильный ропот, что живут без перемены, и если война продлится, то едва ли удержится. Какая нужда в Киеве, тебе, великому государю, известна из грамот боярина Петра Васильевича Шереметьева? А в Польше и Литве хорошо знают, что порубежные города не крепки, и большое войско на оборону их скоро не придет. Слава пущеного все государства, что денежной казны у вас в сборе нет. В Сибирской рухлядь и всякие поставы в жалование служивым людям розданы, прежних доходов убыло, и на денежных дворах в Москве и по городам денег не делают. Если мир отложится, то чтоб турка и хан в Украине не усилились, ее и окольние места не разорили, когда выведут людей, то и мириться будет незачем. И началась война за то, чтоб турка и хана не допустить владеть Украиной. В посольствах и по всему свету об этом расславлено. А кроме мира с Польши, возмущения в тамошних людях укротить нечем. Государь 17 декабря послал статьи, примериваясь которым договариваться. Перемирье на 12 лет или больше. Уступить за Киев Динобург с Южную Ливонию. Если же не согласятся, то по последней мере уступить и Киев за днепровскими городами киевской стороны. А в восточной стороне Днепра быть за царем. Запорожье поделить, в здешней стороне быть за Москвою, а другую уступить Польше. Статьи объявлять не вдруг, а продержать комиссаров и войну задержать до последнего зимнего пути. А тебе, Афанасию Лаврентьевичу, писал государь, к терпению еще терпение приложить. Потому что гумна пшеницы и меры масла еще не исполнились, ибо мир в лукавстве лежит. Претерпевши до конца, то и спасен будет. И как гумна пшеница и меры масла исполнятся, тогда мы, великий государь, укажем к тебе отписать. Но скоро это решение переменилось, вследствие известия, что хан побит в Украине. 22 декабря написан был новый наказ на Щекину. За Киев и за здешнюю сторону Запорожья давать деньги, что пристойно, чтобы Киеву и здешней стороне Запорожья никак в уступке не быть. Если же комиссары не согласятся, то съезды отсрочить и войну задержать. На Щекин донес, что после 30 съездов комиссары уступили, наконец, всю восточную сторону Днепра. Но Киевы все еще не уступают, и вопреки договору, польские войска двинулись в Смоленский уезд для сбора стаций. 6 января 1667 года государь отвечал «Мы отправили окольничьего князя Великого Гагена в Вязьму с двумя полками Рейтер и с четырьмя приказами стрельцов и с 33 пушками. Из Вязьмы им велено идти в Смоленск не для крови, но для того, чтобы литовские войска отступили». Если польские войска из Смоленского уезда выйдут, и комиссары будут к вам сходительнее прежнего, то тебе, от Бога избранному и верному доброходу нашему, уступать Динабург с Запорожьем, кроме берега здешней стороны против Запорожья, потому что, по-вашему, договоры комиссары уступают все черкасские города здешней стороны, а за Киев стоят. Если же никакими способами Киева удержать будет нельзя, комиссары сходительны не будут, рати из Смоленского уезда не выведут, а захотят крови, то Киев уступить. Но прежде настойте о выводе и задержании войск, чтобы отдавать было волею, а не по нужде. Смотреть накрепко. Не своею ли службою хотят комиссары удержать Киев, но нарочно ли вам говорят, что указ им прислан Сейма? А нам подлинно известно, что Сейм разорвался без всякого дела. Стойте всеми силами, чтобы нам в титлах по-прежнему киевским писаться. С высшей человеческой мысли, по выражению Нащекина, комиссары согласились уступить Киев на два года. Виновником этой уступчивости был Дорошенко. Еще 20 февраля 1666 года под городом Лысинкою Дорошенко предложил старшине, без черни, всех ляхов выслать из Украины в Польшу, самим со всеми заднепровскими городами преклониться к хану Крымскому и по весне идти с Ордою на восточную сторону. Если ляхи не пойдут добровольно, то бить их, потому что поляки берут стацию многую и налоги чинят великие, а от московских ратных людей и от восточных казаков не защищают. Стации и хлеба на западной стороне давать нечего. Уже три года хлеба не сеяли. Поднялся крик от старшины Серденева полка на Дорошенко. «Ты — татарский гетман, татарами поставлен, а не войском выбран. Мы все поедем к королю». «Хоть сейчас поезжайте к королю», — отвечал Дорошенко. «Вы мне не угрозите, я вас не боюсь. Вы меня называете не гетманом, для чего же стации у меня просите? Королевского войска и вас нам не прокормить, только себя погубить». При этих словах Дорошенко положил булаву в знак, что отказывается от гетманства, и пошел в город. Но полковники и старшина догнали его, привели в Раду и по-прежнему провозгласили гетманом. Дорошенко дал знать в Крым и Константинополь, что Украина — воли султана и хана. И вот пришел приказ из Константинополя новому крымскому хану Адиль-Гирею, сменившему магнет Гирея весной 1666 года, чтоб шел воевать короля польского. В сентябре толпы татар нагрянули на Украину под начальством Нурадина Девлет-Гирея. Царевич остановился под Крыловым и отсюда разослал загоны за Днепр под Переславль, Нежин и другие черкасские города, и вывел пленных тысяч вспять. Схвативший эту добычу с восточного царского берега, Нурадин отошел под Умань, два месяца кормил здесь лошадей, соединился с казаками и двинулся на короля. Под Межий Божьим встретил он полковников польских Маховского и Красовского с двумя тысячами гусар, рейтер, шляхты и драгунов. Все это полегло на месте или было взято в плен. Маховского в оковах привезли в Крым. После победы татары и казаки рассыпались за добычу под Львовом, Люблином, Каменцом, побрали в плен шляхты, жены детей, отданных их и жидов до ста тысяч, а по рассказам польских пленников – сорок тысяч. Татары брали пленных, но казаки этим не довольствовались. Они вырезывали груди у женщин, били до смерти младенцев. После этого Дорошенко уже не было возврата к королю. Чтобы не бояться мести от поляков, он хотел сдавить их с двух сторон. В Крым явились от него посланники – Брославский полковник Михаила Зеленский и Данила, сын Горецка-Лесницкого – клопотать, чтобы Адиль Гирей помирился с государем московским, не допускал его до мира с польским королем, чтобы воевать Польшу вместе с Москвою. Пленный боярин Шереметьев получил такое письмо от Зеленского. «Ради бы были против давнего желательства и приятства вашу милость навестить и поклон нижайший отдать. Но нам запрещено, для чего письменно вашу милость посещаем. Потом желаем, чтоб против стародавности на Руси могли вашу милость видеть, даст Бог вскоре. Когда уж с ляхами вновь в неприязни пребываем, тогда Господь в соединение христиан сведет». Но если Дорошенко хлопотал о том, чтобы не допустить царя до мира с Польшей, то поляки должны были хлопотать о противном, и благодаря этому Киев остался за Москвою. Нащокин объявил комиссаром государева жалования по десяти тысяч золотых польских. «Референдарю Брестовскому объявлено, что сверхтоварищей своих получит еще десять тысяч золотых. А если приедет с подтверждением договора в Москву, то будет большая ему государская милость». «Королевскому величеству», — писал Нащокин комиссаром, — «мы не можем назначить. Но когда будут у него царские послы с мирным подтверждением, то привезут достойные дары». «Также и канцлеру Пацу прислано будет не обидно». 6 января приехал от комиссаров Иероним Комар и бил челом, чтоб сверх обещанных денег в тайную дачу пожаловал им государь явно соболями, чтобы им можно было хвалиться перед людьми. Сам Комар бил челом, чтоб вместо обещанных ему ефимков дали золотыми червонными, потому что червонцы легче скрыть, так что и домашние не узнают. Комар объявил, что как скоро комиссары получат государево жалование, сейчас же станут писать договорные статьи. Деньги были высланы из Москвы немедленно, и 13 января на 31 съезде написаны договорные статьи. Заключалось перемирие на 13 лет, до июня месяца 1680 года. В это время уполномоченные с обеих сторон должны трижды съезжаться для постановления вечного мира, причем третья комиссия должна быть уже с посредниками. В королевскую сторону отходят города Витебск и Полоцк с уездами, Динобург, Плютин, Резица, Маринбург и вся Ливония, также Украина, на западной стороне Днепра. Но из Киева вывод московских ратных людей отлагается до 5 апреля 1669 года. В эти два года окрестности Киева на милю расстояния остаются во владении царском. Запорожские казаки остаются в обороне и под послушанием обоих государей. Должны быть одинаково готовы на службу против неприятелей королевских и царских. Но оба государя должны запретить им, как и вообще всем черкасам, выходить на Черное море и нарушать мир с турками. В сторону царского величества отходят воеводство Смоленское со всеми уездами и городами, повед Стародубский, воеводство Черниговское и вся Украина с Путивльской стороны по Днепр. Причем католики здесь остающиеся будут беспрепятственно отправлять свое богослужение в домах. Шляхты, мещане, татары и жиды имеют право продать здесь свои имения и уйти в королевскую сторону. Казакам восточной стороны не мстить за то, что отступали в сторону королевскую. Людей отсюда в московское государство не выводить и новых крепостей не строить. Пленники, духовные шляхта, военные люди, казаки, жиды, татары, мещане, ремесленники, купцы отпускаются с обеих сторон безусловно. Об отпуске же пашиных людей будет постановлено на будущей комиссии. Оба государя предложат крымскому хану приступить к перемирию. Если он отвергнет предложение и пойдет войной на московское государство, то король никакой помощи давать ему не будет. Если же он станет опустошать Украину по обеим сторонам Днепра или подговаривать казаков к себе, то оба государя общими силами дают отпор бусурманам, препятствуют, чтобы Украина не отошла к последним, и казакам такого самовольства не позволят. Оба государя будут употреблять короткие титулы. Король будет писаться польским, шведским, литовским, русским, белорусским и иных. Царь, великим государем, царем и великим князем и прочих, на царской печати, не будет титулов литовского, киевского, волынского и подольского. Все захваченные бумаги, наряд, взятый в городах и замках, королевских и шляхетских, церковные вещи, часть животворящего древа, взятая в Люблине, мощи святого Калистрата в Смоленске возвращаются, сколько не найдется. Торговым людям путь чистый в обоих государствах, сухим путем и реками, а именно Касплию и Двиною из Смоленской к Риге, с платежом обыкновенных пошлин. Путь чистый всяких и других чинов людям, через московское государство, духовным особам, отправляющимся в Персию и Китай, для распространения там христианской веры. Для подтверждения перемирия в Москву приехали королевские послы Станислав Беневский и Киприан Брестовский. 21 октября в ответе с орденом Нащекиным они сказали, «У королевского величества и Речи Посполитой теперь болезнь большая. На королевство польское встал великий неприятель всеми своими бусурманскими силами, так надо бы наобоим великим монархам против бусурманских войск вместе стоять. Есть еще у короля и Речи Посполитой другая болезнь внутренняя, которую прежде всего надобно исцелить, чтоб большую турецкой войны мира не разорвала. Надобно удовольствовать шляхту, выгнанную из уступленной Украины и Северщины, потому что от нее беспрестанная докука и вопль, чтоб Царское Величество изволил об этих статьях договор учинить «теперь с нами». Тогда неприятель христианский, слыша о союзе обоих монархов, испугается, и народы христианские, находящиеся под властью бусурмана, греки, сербы, болгары, волохи и молдаване, начнут искать освобождение из-под поганского насилия. «Чем же успокоить выгнанную шляхту?» спросил Нащекин. «На это есть два способа», отвечали послы. «Пусть Царское Величество или пожалует их деньгами, или позволит им жить в прежних имениях». «Если позволить им жить в прежних маятностях», спросил опять Нащекин, «то чьими подданными они будут называться, и какая услуга будет от них Царскому Величеству?» Послы отвечали. «Они останутся подданными королевскими, а Царскому Величеству с имений своих будут давать подати». «От этого будет ссора», сказал Нащекин. «Лучше объявите, сколько этих изгнанников и сколько нужно дать денег, чтобы их удовольствовать». «От этого будет ссора», «От этого будет ссора.»